Друзья, утреннее камбэк-шоу продолжается. С вами Бахан Азербаев, Дарья Христолюбова. И в гостях у нас сегодня Сафар Мухаммад, который сравнительно недавно вернулся из России, покорил сердца местных жителей, наших таджикистанцев, которые в данный момент времени проживают там. Мы теперь все с нетерпением ждем концерта. Я не знаю, где он будет, в столице, может быть, в каком-то другом городе, может быть, это будет небольшое какое-то турне. Но у меня вот какой вопрос. Сафар Мухаммад, когда ты пишешь новые песни, как ты понимаешь, зайдет этот трек твоим слушателям или нет? Именно такого, как бы сказать, алгоритма нету к песням, потому что каждую песню я люблю по-своему. И я просто про каждую песню думаю, что она взорвет. Я вот так думаю всегда. И очень редко бывает, что я ошибаюсь. Ну, мне кажется, поклонники твои, когда вот с нетерпением ждут новых творений, мне кажется, ты даже на двух аккордах какую-то песню сделаешь, им понравится, потому что, ну, как иначе, да? То есть это твои фанаты, это люди, которые любят твое творчество. И, кстати, песни достаточно, они звучат фирменно у тебя. Да, это, то есть, это не комплимент, это чистая правда. Я просто с точки зрения, как музыкант, говорю. Просто я знаю очень многих исполнителей, современных достаточно, которые прям, ну, вроде как и умеют петь, и поют, но вот что-то вот не хватает, то ли в аранжировках, то ли, может быть, в подаче. Я не знаю, с чем это связано, а у тебя все как-то вот прям... У меня связано с тем, что у меня, я называю нас легендарная тройка. Это Урзу Исоев, Джовид Рузиев и я. То есть если бы их не было бы, не было бы этой фирмы, наверное. Потому что Урзу пишет тексты, Джовид помогает с аранжировкой. А как вы вообще познакомились? С Джовидом мы познакомились в Ваниле Терраса. Там мы познакомились, я должен был там выступить. Мне дали возможность там выступить. Драхим Эль. Да, в пиле. Ух ты, это шпукалит назад было. Да, 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 он говорит. Я пацаном был вообще, он такой, меня дал возможность выступить и попросил Джовида сыграть. То есть это первое выступление твое было? Ну, типа, да, я просто хотел показать себя. Всегда у меня это желание, всегда есть, показать себя. И мы вышли с Джовидом порепетировать аккорды, что ли. И Джова сыграл мне. И у меня была песня Шабхо, которую я сделал, но полтора года я стеснялся просто родным показать хотя бы, чтобы... А я стеснялся, типа, не, не канает. Почему? Хорошая же песня. Да, потом вот я сделал это. И Джова говорит, слушай, говорит, я этот трек тебе бесплатно сделаю. Я такой... Вот как он заманивает людей. Вау, я говорю. Не, он вообще просто, да, он мне сделал. И через полтора года сводку сделал. Полтора года ему нужно было это сделать. Да. Он все это время спал. Да, короче, вот. И вот так мы познакомились. А Акаэ Урзу друг семьи. Он нам родной, очень родной. Вот, все. А вот представляешь, что ты какую-то песню издашь без их участия? Я не представляю. Я вообще это не представляю. И я вообще не хочу это представлять. То есть тебе так комфортно, как есть сейчас? Конечно. Я сегодня утром, когда говорила о том, что ты у нас будешь в гостях, я сказала о том, что мы поговорим о плюсах, о минусах. И сказала о том, что, в частности, подниму тему, почему периодически ты меня подбешиваешь. Окей. Так, уже готов, да, уже на страже. Вот смотри, в любом случае песня, она не может понравиться абсолютно всем. Да, то есть есть фанаты, есть те, кто не особо любит это творчество. И таким людям ты всегда можешь сказать, просто не слушай. Потому что сейчас музыкальная индустрия предлагает огромный ассортимент разных жанров, слушай другое. Но как быть, когда твоя песня, она нравится, но она застревает в голове настолько, что ты не можешь от неё избавиться. И когда ты целый день ходишь по офису, и у тебя вот в голове этот комарок, хочется тебя немножечко убить в этот момент? Вот честно, как с этим бороться? Я не знаю, но я всегда ставлю именно, ну как вообще практика показывает, то, что буква Я, или одно слово, которое несколько раз повторяется, оно застревает у тебя в голове. И, конечно же, я делаю акцент на это, например. Он манипулирует нами. То есть, нынче слушатели очень ленивые, чтобы запоминать текст. И я делаю его максимально лёгким, да, и говорю аккарзу, что аккарзу нужно так сделать, чтобы как будто вот взял еду, да, и ребёнку просто такую пюрешечку, короче. Рожевал удар. Да, да, да. Я же говорю, манипулятор. Он говорит, нет алгоритма никакого. Вот, пожалуйста, все секреты вылезают наружу. Да, так и есть. Есть вообще у нас такой момент про тебя. Мы узнали вот так вот в широком смысле. Я-то Сафар Мухаммада знаю давно. Я сейчас поделюсь небольшим секретом. Я работал в одной организации, и Сафар приходил туда, будучи ещё, не знаю, совсем подростком. Сколько лет? 16, наверное, тебе было, да? Когда ты просто под гитару там пел какие-то песни. Причём я долго не мог запомнить это имя к своему стыду. И я просто называл его мальчиком. Там мальчик с гитарой. Мальчик, мальчик, как тебя там зовут, мальчик? Было очень круто. Ну, тогда я думал, почему ты не поёшь на большой сцене. Потом мы узнали, что у тебя есть звёздная сестра. Вот. И ты выстрелил вот так вот прям сильно, буквально года 3-4, да, вот я так понимаю? Это 2,5-3 года. 2,5-3 года, да. Причём этот путь, он достаточно такой быстрый. То есть Сафар Мухаммад выпустил песню, и опачки он уже там в Apple Music на первых местах. Думаю, ох ты, это ж как это вообще, кому нужно было заплатить. И вот, кстати, по поводу того, что про тебя узнали совсем недавно. У нас был только что звонок от Рано нашей слушательницы. Она сказала, что услышала тебя на фестивале Silk Way Stars. Там была ещё девушка, она говорит, из Индии, которая в этом году представляла Азербайджан. Которая представляла Евровидение. Вопрос от Рано такой. Когда-нибудь ты поедешь в какую-нибудь страну на Евровидение представлять? Есть ли у тебя, может быть, мечта такая или в планах что-нибудь? Знаете, я вообще, у меня вот отношение к конкурсам, да, к конкурсам или как? Музыкальные конкурсы. Да, вот эти музыкальные конкурсы для меня так болезненно заканчиваются. То есть я всегда вот так на верхушке, верхушке, верхушке. И что-то я вот делаю под принцип и иду самый вниз, короче. И я говорю всегда так. Есть музыканты, которые просто рождены, чтобы сиять. А есть конкурсанты, которые мастера, которые заходят, просто такое показывают. Я думаю, я не из этих. То есть у меня этого не хватает. У меня нет вот этого азарта, да. Я хочу себя показать, но у меня никогда не было такого желания, ой, я первое место должен занять, вот так. Такого не было никогда у меня. Вот, кстати, по поводу этого тоже конкурсы. Они же дают людям какой-то стимул, да. То есть я имею в виду, когда ты получаешь, зарабатываешь первое место, там тебя увидел весь мир. Ты такой, опачки, да. Я сейчас про другое, я про звездную болезнь. Вот смотри, ты достаточно успешный музыкант, которого знают не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Почему ты такой простой? Ну, я думаю, я через это тоже проходил в один момент. Но это очень быстро закончилось у меня, потому что... Ну, я понял, что мой язык вообще, он другой стал. То есть я на другом языке с людьми разговариваю, и это начинало меня выбешивать. Что значит на другом языке? На другом языке, то есть... Высокомерие. Да, ты со своими родными общаешься, да, но ты думаешь, что ты знаешь больше всех. Ты всегда прав. И вот эти периодически, вот эти маленькие конфликты, вот это всё как-то вот начиналось, и это начинало меня выбешивать. И как-то на концерте в Худжанде Сансей Джо Вида, как раз Джо нас слушает. Джо, привет! Джо сейчас нас слушает, да. И он... У меня был концерт два дня подряд в парламент, и он меня пригласил к себе. Он пригласил, говорит, до дождём, и говорю, да, Каджо. Говорит, а что с этим? У тебя есть, говорит, звёздная болезнь? Я такой, вы знаете, говорю, да, я это чувствую, говорю, но я делаю всё, чтобы это закончилось, да. И в этот момент, в тот же самый момент я это поборол, когда вышел на сцену. То есть оно не ярко выраженное, да, но ты всегда думаешь, что ты прав. И вот это, короче, я думал, ну, всё. Номер телефона Сансея другим звёздам надо раскидать, может быть, там тоже сработает. Хотя он мне ничего не сказал, он просто сказал, что это нормально, и это пройдёт. И это прошло там же. То есть человек просто пригласил меня. То есть если другие люди как-то судили, да, а я человек очень импульсивный, с характером, я всё-таки таджик, то есть они как-то осуждали, что ли, и, конечно же, я не дам кому-то меня осуждать. А он просто пригласил меня. И, понимаете, заболевший рим, да, мягко, да, когда на уровне с тобой общаются, я понял, что, эй, вот здесь есть счастье. Всё нормально, всё в порядке. Вот смотри, ты сказал, что ты человек не азартный, и вот эта вот какая-то конкурентная среда, она тебе в принципе не нужна. Но вот за эфиром ты успел рассказать о том, что когда ты ещё был подростком и слушал того же самого Джастина Бибера. Я завидовал ему. Да, ты говорил, что, блин, классно пацан поет, но я могу лучше. Да, я так и говорил. Говорил, но не пел? Нет. Почему? Ну, то есть я всегда знал, что у меня есть это мастерство, потому что я родился в семье музыкантов. Но я не знаю, он меня выбешивал. Его успех меня выбешивал. То есть у меня никогда не было такого, чтобы я нашим артистам завидовал или российским артистам. Именно Джастин Бибер. Что он тебе сделал? Что ты мне сделал, Джастин? Ну, это было в детстве, короче, и это закончилось. Но это был для меня уже показатель, что я был такой уверенный в себе, и я сейчас уверенный в себе такой. И планка у меня была всегда, знаете, я знал, кому завидовать. А есть сейчас в мечтах желание выступить в тандеме с кем-то из зарубежных звезд? Есть, но они не такие уж знаменитые, если честно. Но я вот с ним бы хотел, вот Джеймс Янг, например, я бы с ним хотел спеть его же песню. То есть я такой. Тоже, если я увижу какую-нибудь звезду, которую мне нравится, да, я могу так орать и фанатеть, что это вообще, короче, визжать просто. Джо говорит, успокойся. Я говорю, нет, Эрик, дай выйти, смотри, Джо, говорю. Смотри, он говорит, успокойся. Я такой, блин. Мне за тебя стыдно, мы же в метро. И то есть, получается, я только понимаю, когда меня видят, кричат. Прям кричат так, что, блин, пугает это. То есть ты вот так стоишь, общаешься, и кто-то начинает кричать. И такой, о-о-о-о. Я тоже так со стороны. Это как-то ненормально. Ну, когда я себя увидел, я такой, нет проблем. Слушай, а вот по поводу криков, какая публика более дикая, в хорошем смысле этого слова, там в России или здесь у нас? Они везде одинаковые. Везде. Везде они одинаковые. То есть эта реакция везде одинаковая. Потому что они знакомы с тобой. То есть когда они не знакомы с тобой, и где ведущий вынуждает людей кричать и встречать артиста, у меня такого нету. Ну, пожалуйста, похлопайте. Да, то есть я с каждым контактирую, каждого вижу, каждому смотрю в глаза. И вот этот контакт очень важен. И я выхожу со сцены даже и с ними иду петь. Да, вот так. Это здорово. Ну, а что касается тех исполнителей, тех музыкантов, которых ты сейчас обозначил, с кем бы тебе хотелось оказаться на одной сцене, это просто мысли в голове или есть желание как-то связаться, чтобы Джо, допустим, как продюсер, может быть, выступил? Нет, это просто такое желание, знаете, такое... Как мечта какая-то. Было бы классно, типа. Было бы классно, вот так. Но со многими звёздами Америки я общался лично. То есть я не знаю, это из-за галочки или нет, но я когда пишу, они мне отвечают. И он такой, cool, man. Нормально, короче, да? Итак, друзья, время в столице. 9.35. У нас в гостях Сафар Мухаммад. Мы говорим о его творчестве, о планах на будущее. Мы сейчас вынуждены прерваться, но далеко от радиоприёмников не уходите, потому что дальше у нас ещё есть огромное количество Сафару вопросов, на которые он нам даст ответ, и мы будем просто счастливы от этого. Утреннее камбэк-шоу продолжается. Друзья, Бах, Назербаев и Дарья Христолюбова с вами. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сафар Мухаммад. Не так давно он покорил сердца зрителей и слушателей московских. В «Известиях» он выступал, но вот гораздо ранее он покорил аттестационную комиссию в Китае, когда защищал свою дипломную работу. И об этом мы тоже обязательно прямо сейчас поговорим. Сафар Мухаммад, расскажи, на кого ты учился и что ты делал пять лет в Китае? Я сначала учился в Би-Л-Си-Ю, Бейдинг Лэнгвич Калчу Юниверсити. Это колледж был. Я в колледж проучился. Сначала китайский изучал, потом в север, в Ляунингский университет. Там изучал международную политику. Отлично защитил. Набрал максимально. Девяносто четыре балла. Девяносто четыре балла. Из ста возможных, да, я так понимаю? Да, да. И это был самый лучший результат. Это самый высокий балл. То есть они мне еще поздравляют, все такие, говорю, что они говорят вообще? Типа поздравляю, поздравляю. Я такой, почему вы поздравляете? Говорят, you got the best score. Я такой, в смысле? И мне показывают. Лучший балл. И все, и гимн Таджикистана уже в голове играет. Да, 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 сразу, сразу. Ну, слушай, если тебе так легко давалось обучение, если ты так здорово закончил, почему ты не продолжил этот путь, а ушел в музыку? Ну, знаете, у меня семья такая, то есть разделена именно на музыкальную часть и политику. То есть у меня и тетя политик, и дед был политиком, и музыкантом. То есть история повторилась. Я даже сам не заметил, только в четвертом курсе я заметил, что, блин, вот. Опять! Same story, короче, то же самое. И я просто, когда Silkway Star, Ситорай Руи Абрешим, когда я там был, то есть я туда вообще случайно попал, то есть казахи выбирали между таджикскими певцами, и я на Варзове, мама звонит, говорит, слушай, отправь свои песни, а у меня там один кавер и одна песня шапоу. Я отправляю эти песни, шапоу, потом английскую, и, как мне потом продюсер из Казахстана рассказала, они между двумя певцами выбирали, между мной и еще другим певцом, и все вот так разделились, и когда я английскую песню отправил, все, короче, перешли в ту сторону, и там как будто мой фоторобот еще на фотку показал, такой, блин, говорю, цветной бумаги не было, что ли? И, да, я случайно туда попал, там все миллионники, то есть там все звезды, одна из них, вот, Эфенди, которая успешно очень выступила, да, на Евровидении, и все, я просто, когда закончился, этот проект, это был такой толчок, что люди прям писали мне с Кыргызстана, с Казахстана, с Узбекистана, с Таджикистана, писали прям, я такой, слушай, давай так, Сафар, хочешь быть счастливым, и даже с этого зарабатывать, то есть, да, хотя, когда я начинал, я даже не представлял, что я буду зарабатывать, потому что очень много людей было, которые говорили, эта музыка не пойдет для Таджикистана, но, как всегда, мой характер, мое видение, я такой, я лучше буду счастливым, и буду рад, и буду делать то, что мне нравится, и я выбрал музыку, это был очень такой шаг, я приехал, мама говорит, вот тебе нужна мид, короче, будешь, тетя, я такой, подумал, подумал, и говорю, и максимально затягивал этот момент, и говорю, да, 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 сделаю, 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 и раз, пошло, поехало, короче, и заказы, и все это, я только не представлял смысле, даже песня Merci, которая, там же говорится, They Bon Maniche, как раз все слушатели, у которых вопрос, кто такая Maniche, типа, песня, это было просто, мне заплатили, чтобы я сказал Maniche, и все, то есть, вот, это история easy, просто, и это были самые легкие деньги, и первые деньги, я так понимаю, да, большие деньги. Вот не только от Maniche, но и от многих других слушательниц и слушателей в Вайбере приходят вот эти вот сердечки анимационные, мне кажется, у нас сейчас Вайбер просто взорвется от них, или сам монитор превратится в большое сердце, в твою честь, все пишут о том, что вдохновляются твоим творчеством, что всем нравится, и желают тебе успехов в дальнейшей карьере музыкальной. Да, ну, Сафар, давай, наверное, будем поговорим о том, почему ты нас так редко радуешь своими концертами здесь. Сейчас вот мы собираемся сделать, именно я с Дювидом, мы так решили, что этот год будет концертным для нас, до конца года мы должны сыграть концерты в Душамбе, в Питере, в Худжанде, я думаю, там два концерта будет, потому что зал маленький, а если у нас будет там стадион, то вообще будет классно, дай бог, и, наверное, еще Нью-Йорк, мы туда тоже хотим. Душамбе, Питер, Худжан, Нью-Йорк, так хорошенечко перечислили. Рядом с Худжаном. Ну, слушай, это здорово, и по поводу треков я хотел спросить, когда ждать ближайшую новинку от Сафар Мухаммада? Ближайший трек выйдет эксклюзивно у вас в Азии, плюс песня называется «Амор», мы его сейчас готовим, это очень веселая песня, прям заставляет сразу двигаться, и, наверное, вас будет выбешивать, потому что она всегда будет, потому что припев там, вирусный. Еще более запоминающийся? Ну, куда уже более? Поэтому, ребятки, конструктись. Держитесь. Но пусть выбешивает, главное, чтобы не тошнило. Вот это самое главное. С этим мы прям... Золотая серединочка, чтобы была. Смотри, ты сейчас сказал про стадион, если получится в Худжанде сделать стадионный концерт, это здорово, да, то есть было бы. Вообще, собрать стадион, это достаточно сложно, но, как мне кажется, в твоем случае, это достаточно реально. Как ты думаешь, ты в дальнейшем себя видишь стадионным артистом или все-таки... Дай бог, ну, у меня только надежды. То есть, чтобы собирать стадионы, я должен очень сильно и упорно работать с Джо Видом, с моей командой. Мы должны всегда делать качество. И после Маной на дурат мне очень было сложно придумать что-то новое, потому что Маной на дурат именно дал мне такой хайп. Ну, она действительно там прям выстрелила. Он два года на слуху был. Два года активно все слушали ее. И, как бы сказать, потом другие песни вышли, и я понял, что здесь очень много песен, которые еще просто я не рассказал своим слушателям. И у меня еще много чего есть в запасе, так что я еще молодой. то есть ты идешь в правильном направлении. этот вектор мы не будем менять. Отлично. Но все-таки наверняка в творчестве любого артиста есть, наверное, какая-то песня, может быть, за которую немножко стыдно, за которую не нравится. Вот в творчестве Сафар Мухаммада есть что-то подобное? У меня нет таких песен. У меня нет таких песен, чтобы они мне не нравились, но меня бесит, когда я низу пою, вот низа. Салам алейкум. Тихо же начинается песня. Вот они меня бесят. Почему? Потому что когда я вживую пою, и у меня ушного монитора нет, или мониторинг нехороший, и ты не слышишь себя, и всегда вот так, как будто на свадьбе, вот так ухо закрываешь, чтобы ты хотя бы что-то слышал. И вот единственный момент, где меня это бесит. Вот все. А есть работа, которой ты гордишься больше всего? Работа, которой я горжусь? Конечно, Мануэна Дурат, Нокудёв, Норови, да их в общем все. Они все офигительные, они все, и у каждой песни есть свои слушатели. Например, Мерси, да? Мерси, он здесь стал популярным, но когда в Худжанде он играет, все начинают вот так орать, потому что то есть им это их вкус. Например, когда в Худжанде Нокудёв начал играть в концерте, все вот так начали просто хлопать. Я еще не пел, все начали хлопать, потому что прям заходит. Да, 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 поэтому еще вот этот момент, Дювид говорит, слушай, не порт песни, я говорю, Джова, это вирус. И так получилось сейчас во всех российских пабликах, они не знают, что это таджикская песня, но ее ставят в отрывки всех фильмов, русских, американских, и я даже был в шоке, если честно, но то, что я вижу в комментариях, и я вижу, что ни одной плохого, ничего плохого не пишут про песню, наоборот, кто поет, кто поет, и, конечно же, Нокудёв, он только MP3 Нокудёв на YouTube набрал почти 900 тысяч просмотров. Это без видеоряда, это просто музыка. Это просто музыка и моя фотка. Чтоб я так жила. А вот смотри, ты сейчас сказал, что бывают какие-то все-таки спорные моменты, например, с тем же самым Джовидом, когда у тебя одно видение, у него другое, кто в итоге всегда побеждает? Или по-разному получается? Нет, смотрите, я могу, конечно же, надавить, но, конечно же, иногда бывает, что, когда мы начинаем какой-то проект, Джовид говорит, слушай, Сафар, доверься мне этот проект, я сделаю бомбовым, и он всегда делает это, и он никогда не ошибся. То есть, когда он мне уверенно сначала говорит, потому что он уже, Vision, вот у него есть, он видит это, то классно. Но если посередине, то это будут уже спорные моменты, потому что у меня уже готовый взгляд. Не успел он просто на опережение сработать. Ну, Джова, Джова старшак, если он скажет, я все равно буду слушать. Не, ну вот смотри, бывает же такое, да, что вы начинаете делать какой-то проект, новую песню, и у Джовы опачки в какой-то момент говорит, а я знаю, как должно быть дальше. Сафар, давай сделаем. Ты говоришь, нет, все пусть будет по-моему. такого не бывает. То есть, он мне показывает это, и всегда я кайфовал. То есть, ни разу не было, чтобы я сказал, Джова, слушай, вот фигня. Ты нормальный? Он делает, 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 я говорю, что-то мне не нравится. Говорит, подожди, Сабар, Сабар. И он всегда мне это говорит. И как он делает потом. Аранжировки, правда, получаются очень крутыми. Очень красиво. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? На ближайшее будущее именно наши концерты, релиз пяти песен новых. Так, подожди, шла речь только про Амор Амор. Каких уже пяти? Остальные тоже выйдут скоро. И, конечно же, Памирская песня, которую скоро мы тоже запишем. И это подарок, потому что подошли меня очень сильно любят. Прям очень сильно. И на моем концерте было очень много жителей Бадахшана, что меня очень сильно радует, то, что да. И я хотел сделать этот гифт, именно подарок для моих слушателей из Гбау. Гбау, да. И этот трек я обещаю, Горный Бадахшан, rise up, потому что эта песня будет хитом на все года. Вы запомните эту песню. И я готовлюсь именно так, чтобы все, как сказать, ударение, вот это все, да, все было идеально. Все было правильно, потому что казахский идеально спел. Очень хорошо, когда исполнитель про свои песни говорит, это хит. Причем, когда их еще нет, да? Да, нужно быть уверенным в своем продукте. Пусть эти амбиции, они будут, мы знаем, что они уже не на пустом месте, тебе есть чем хвалиться и гордиться, я имею ввиду уже о готовых работах, ну и пусть такая же идиллия в твоей команде будет и дальше, потому что это для творчества реально важно. Да, в споре рождается истина, но когда каждый перетягивает на себя одеяло, это, конечно, не есть хорошо, а у вас в этом плане так все гармонично, так все здорово, пусть все так и продолжается. Творчество новых музыкальных подарков нам. А я еще хочу Джове еще разочек привет большой передать, я знаю, он вас сейчас слушает. Джова, привет, очень жаль, что не получилось сегодня, чтобы ты тоже был в эфире, но я уверен, что в будущем мы еще раз и Сафара, и тебя пригласим, когда вы уже придете с инструментом и сыграете. Сафар, спасибо тебе большое, что ты пришел нас, да, порадовал своим присутствием, мы тебе желаем творческих успехов, чтобы у тебя вот, ты шел вот в этом направлении, вот как все у тебя сейчас идет. Спасибо большое всем слушателям Азия Плюс, огромное спасибо, удачи, хорошего дня вам, слушайте мои песни, только мои песни, ну ладно, слушайте других тоже, но мои песни обязательно каждый день. А вот теперь то же самое пожелай, пожалуйста, на китайском, чтобы мы верили в то, что ты пять лет там все-таки прожил. ДАЧА, ДЖУ НИМЕН ХАО ЮН, ДЖУ НИМЕН ХАО ЮН, ДЖУ НИМЕН ХАО, РАНХУ НА ТИНЬ ВОДЫ ГОР, УССИН ГОР, ДЖУ НИМЕН ХАО ЮН, ЗАЙДЕНЬ. Золотые слова. Я чуть не прослезился, особенно вот в середине. Где Амор? Ой, я им несколько раз пожелал удачи, ребят. И, конечно же, Амор, это же будет любимое, а на китайском это будет Чинайда. Мне кажется, если бы ты сейчас нас обматерил на китайском, мы все равно ничего не поняли. Мы все равно скажем спасибо. Говорим спасибо и всем нашим слушателям, которые были вместе с нами все эти три часа. С удовольствием с вами работали и были. Бах Назербаев и Дарья Христолюбова. Услышимся с вами уже завтра. Любим, целуем. Пока. ИНТИКОЛИМА БЛАХ АЗ РУСИЯ АКНОН ОССОНУ ДАСТРАЗ. ИНТИКОЛИПУЛИРО АЗ ХАМАЙ КОРТОЙ РУСИ БЕВО СИТА ВА КОРТИМЕЛИЙ ХУД ГЕРЕД. ИНТИКОЛИМА БЛАХ